Привет, друзья! С вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Тауэрн Мастер. Мы с вами остановились на том, что я немножечко фармил, естественно, потому что нам нужно было каким-то образом эти исследования все пройти. Есть успех, есть успех. Естественно, у нас престиж 30 тысяч, бабок у нас в запасе сейчас хватает, но, скорее всего, они очень быстро улетят, мне так кажется. Так, по запасам сейчас проверим. По запасам здесь точно всё хорошо. Круто, у нас один челик справляется теперь с задачей. Они у нас супер-дупер прокаченные, что не может не радовать. Так, собственно, к чему Грейд привёл? Здесь у нас появилось элитное местечко небольшое. На втором этаже у нас, наконец-то, полноценно работающая кухня, что как бы давным-давно должно было появиться, но... Дорого было пройти по этим всем исследованиям, но я прошёл, и, соответственно, кухня работоспособная, работает каждая кухня на свой этаж. Также я добавил хэр в гору декора, добавил элитарное местечко здесь у нас озеленённое, красивое, балкончик, как хорошо посмотреть на лес и вдаль. Естественно, здесь маленький у нас, собственно, есть декор симпатичный. Жаль, они его не юзают, конечно, но было бы очень круто. Так, ну идея получилась так, как я и планировал. Может, не до конца, но лучше, чем могло бы быть. Лучше, чем могло бы быть. У нас кухня в центре, все могут смотреть, как, собственно, работают повара, как их блюда готовится. Особенно вот эти вот элитарные места. Они могут видеть всё, что захотят. Цены я уже повышал несколько раз. У нас уже медовуха стоит 21 монету, чтобы вы понимали, насколько мы завышаем цены сейчас. Но, тем не менее, нам не мешает это зарабатывать никоим образом. Официанток я вроде бы не добавлял. А, нет, добавлял вот сюда, которые нужны были для переноски блюд. Но, в целом, прогресс неплохой. Если мы посмотрим предыдущие дни... Тут где-то был экспериментальный день. Вот, экспериментальный день был. Я запускал хренову гору этих, как его называется, людей. То есть, у нас количество людей входящих выросло, а цены не выросли ещё. Я как раз проверял, насколько это имеет разницу. Как оказалось, разница никудышняя, а даже скорее... Ну, короче, ноль разницы. Ноль разницы, при этом вместимость у нас больше. Соответственно, мы лучше за большую цену вместим больше новых людей, чем старых по старой цене. Хорошо, с этим ясно. К нам начали, естественно, приходить уже фиолетовые ребята, причём иногда очень даже часто. К нам приходят жёлтые. Кстати, один из плюсов задействования большого количества людей, это то, что к нам приходит достаточно много жёлтых. И, соответственно, можно избежать каких-то ивентов, с помощью которых мы их привлекали. Ну, в общем, варианты такие есть. Сейчас мысль какая. Сейчас всё прапаем. У нас есть уже блюдо пятого уровня, между прочим. Вон, все супы у нас пятого уровня. И три звезды у нас общие. А, кстати, а почему общие три звезды? А, потому что он ещё мероприятие считает, наверное, да? Бляха, если он мероприятие считает, то это очень плохо. Ну, ладно, будем надеяться на лучшее. Короче, так как я открыл уже понятие отеля, мы должны его сейчас изучить. Стоп, где он? Вот. Мы должны его изучить. Я ещё поменял одного бармена, чтобы он был прям топовый топчик. Но никто не гарантирует, что он им будет. Так, по отелю что у нас? Открываем инфу. Так, у нас должна появиться новая вкладка. Она есть. Купите кровать, гардероб и декорацию. Ожидайте посетителей вечером. Так, первая проблема, с которой мы стыкнёмся, нам нужен выход наверх. Нам нужен выход наверх. Как видите, у нас сейчас его нет. А, я дебил, вот же вы. Я ещё думаю, а как я лестницу должен поставить, если у меня так две лестницы стоят? Короче, третий этаж у нас имеется. Я пока не имею малейшего даже понятия в том плане. Как высчитывается стоимость комнаты. Так, здесь мы видим наличие звёзд. Естественно, самую шляпу мы ставить не будем. Нам надо рассчитать ещё... Короче, нужно, как всегда, найти нюансы и понять, как сделать самую маленькую и самую дорогую комнату. То есть, всё очень просто. Так, гардероб, огромный гардероб есть. Другое, это у нас закрыто. Прикроватный столик, ширма. Маленький письменный стол, часы, зеркало, окей. Декорации тоже в их комнаты можно пихать. Возможно, они тоже увеличат стоимость. По декорациям всё просто. Я нашёл, как мне кажется, золотую жилу. Берутся вот эти рога и вешаются по две на стену, как вот здесь. И, по сути, мы вывозим гораздо-таки неплохо. Ну, либо те же картины маленькие. Тоже они две на стену вешаются вообще без проблем. Так, освещение здесь тоже. Но мы будем делать интимное освещение, я думаю. Куда ж без него. Так, пока ребятки тусят. Может, мы сегодня вечером уже успеем принять кого-то. У нас появился новый пол деревянный. Я его здесь, собственно, закинул. Сверху нам деревянный пол не нужен. Кляха, я забыл, что она не квадратом выделяется. Ничего страшного. Так, вот лестницу было не обязательно закрывать. Я сейчас, походу, не смогу её удалить. Ага, она сама пропала. Супер. Так, по стенам. Я думаю, что так как это уже отельная часть, у нас вот этих балкончиков, перегородочек и так хватает. Я думаю, что мы здесь не будем придумывать лесопед. Мы здесь пока что сделаем чисто стены. Потом добавим окошки. Если нам надо будет, конечно. Так, есть. Выходим мы с лестницы сюда. Соответственно, где-то у нас должен быть коридор. Коридор. Самый простой способ. Это комната 1, комната 2, комната 3, 4, 5, 6. Коридор здесь выйдет в 2 блока, а может даже в 1. Потому что здесь можно сделать выход. Так, хорошо. Давайте, допустим, сделаем первую комнатку. Попрутаемся в минимализм. Сделаем её 2 на 2. Так, забираем. Так, отстроечка этого места. Сколько нам надо на гигантскую кровать 5 звёзд? У нас есть двухместные и одноместные. Давайте сразу двухместные. Так, кровать занимает 1 блок. Это что, простите? Это что? А, это, видимо, цена съёма, да? Хорошо, сейчас, погодите. Давайте ещё гардероб сюда фиганём. Я сейчас попробую вообще в 2 блока вместить. Сделать комнаты по 2 блока, это будет просто пик. Так, от этого она дороже не стала. Отнюдь, вообще. Другой у меня закрыто. Давайте рога. Тоже ни на что не влияет. Ну, на цену, во всяком случае. Освещение. Немножко интимного. Ну, пока что. Пока что я могу сделать комнату вообще 1 на 2. Типа, сложности в этом нет. Вопрос у меня касается двери. Дверь вообще должна быть? Наверное, должна. Так, хорошо. Другой у нас что, опять-таки? Ширма, ванная, прикроватный столик. Зеркало. Это всё откроется. Так, то есть номинально комната у нас есть. Я правильно понимаю? Теперь нам нужно дождаться вечера в надёжде того, что кто-то, собственно, припрётся. Так, нам ивент нужен. Нам нужно много красных. Нам нужен ивент. Давайте запустим 240 палачей. О чём бы нет. Кстати, рецепты ещё здесь не открыты. Так, 240 палачей. Что у нас по заданиям? Десерты целый день. Основные блюда целый день. 8 ковров. Что ж, вы молчали. За ковры я только за. Да, блех. За ковры я только за. Обожаю их, не могу. Сейчас, где у нас красный наш любимый? У меня такое чувство, что я этот красный ковёр видел у кого-то в реальной жизни. Я могу ошибаться, конечно. Но очень на то похоже. Так, аккуратненько работаем. Сейчас профитик ещё посчитаем. 220 этим осталось. Нормально. Они добьют даже раньше, чем красных мы всех обслужим. Так, мы при бабках. Самое главное, мы при бабках. Сюда будем зыркать. Сейчас я ещё раз на всяк пожарный гляну. Может, я что-то упустил. Там двери всё так же нет на скринах. Ожидайте прихода. Но у него есть письменный столик. У меня письменного столика нет. Я боюсь, что из-за нехватки дополнительных как раз этих объектов к нам бы никто не пришёл. Вот этого бы не хотелось. Честно говоря. Так, здесь успевают втюхивать. Здесь официантки вроде бы тоже успевают. Всё хорошо. Единственное, что я узнал, что при максимальной нагрузке в 750 гостей мы не вывозим обслужить всех. То есть магия всё-таки происходит. Есть кто-то? Никого нет. Не похоже, что кто-то нам придёт ночевать. Так, ладненько, что мы имеем? Чего? Это сегодня точно? Девять королевских пришло. Они многоваты? Нет, ну я как бы только за. Я как бы только за. Кто-то пришёл к нам? Никто не пришёл. Пока оставим комнату 2 на 2. Я думаю, что мы потом её усовершенствуем. Так, звёздная ночь. Звёздная ночь. Куда б тебя пихнуть-то? Куда б тебя пихнуть-то? У нас всё занято, к чертям собачьим. Так, хорошо, на этажик выше. Тут даже у бар мы на всю занято. Так, занято. Ну хорошо, придётся, получается, сюда вешать. Звёздная ночь, как раз в отель. На ночь, правильно? Красота вообще. Бомба. Так, 318 человек у нас доступные. Ивент, давайте. Товарищи палачи, добро пожаловать. У нас следующее красное, бляхо. У нас следующее жёлтое. Неограниченные бары, 28 посетителей, новый этаж, неограниченные кухни. Звучит неплохо. Так, там пока голяк. А, я дебич. У нас же выход сюда, получается, да? Ну, в целом, это никак не влияет. Но я здесь не смогу сделать... Мне надо будет стол этот убрать. Если мы хотим, чтобы было красиво. Ладно, потом что-то придумаю. Сейчас нам всё равно тесты надо провести, а только потом уже всё остальное. Так, исследователи точно закончат сегодня. 155 посетителей. У нас уже 120 натолкалось. А у нас, по-моему, кстати, посадочных 240 нет. Разве нет? Где у нас тата? У нас 224 посадочных места. Я ещё и деньги за ивент не получу, получается. Я правильно понимаю? На то похоже, кстати. Ну ладно, я думаю, мы как-то это переживём, наверное. Отвору в один раз. Приобрести 41 стол. Вам мало столов? Вы скажите. Вам мало... Не, ну я, кстати, приобрету, потому что я буду заменять же вот эти все двойные на лакшери. Рано или поздно мы всё равно их возьмём. Так, обгарить супчика. 305. Нам, короче, нужно провести вот эти самые начальные ивенты для того, чтобы просто поднять звёзды блюд. Потому что я так понимаю, что они в общий зачёт идут. Потому что у нас здесь всё. 4-5 звёзд. То есть мы имеем среднюю 3 звезды. Соответственно, вот эти тут двое ребят нам очень сильно портят статистику. Бляха, реально не влазят. Может, мы быстренько решим этот вопрос? Да не решим, кстати. Не решим. Ну ладно, не засчитай, так не засчитай. Мне главное, чтобы люди обслужены были. И чтобы вент был зачтён. Исследователи справились? Исследователи справились. Тут 700 надо исследовать. Меня кто-то в комментах спрашивал, зачем тебе столько исследовать. Да вот из-за этого. Из-за этих бешеных сумм. 1500, 2200. Ну нахер. Так, новые приходят. Вроде бы успеем. Твою мать, я успела вслушать. Найс. Всех благ, палачи. Откуда вас столько в этом городе? Я понятия не имею. И знать не хочу, на самом деле. Может, это город палачей изначально. Так, осталось шушуть, шушуть, шушуть. 25. 15. Оп, стояли-те. Хотя нам это ничего не изменит, но сам факт. Маленькая гостиничная мебель. Так, я ещё хотел посмотреть. Сюда всё ещё никто не пришёл. Окей. Маленькая гостиничная. В нашем случае это прикроватный столик. А в чём смысл, если его нельзя поставить прямо под кровать? Ну ладно. Так, ширмочка. Вот сюда давай. Пересекается с другим. С каким? С лампой. Видимо, да. Так, ширмочку сюда и маленький письменный столик. Понька. Цена изменилась, нет? В этом номере нет токен. Точно. Точно, точно, точно. Какой же номер без окна? Бляха. Сюда сгодится? 253 звезды. Ох ты ж, ёппер СТ. Кровать, гардероб, дверь. Двери там нет, не ври. Одна декорация. Все кровати в номере. Так, на 4 звезды надо 2 окна. Но это, кстати, реализуемо. На 5 звёзд нужен камин, ванная. И выполненные все условия для 4-го. Собака, ты сутулая. Сложно, так как всё у вас. Лол. Вообще наизи. Так, 250 всего. Площадь 256 ячеек. Он считает именно блоки в блоках, да? Камины ванная. Ванная, к сожалению, у нас закрыта. А камин идёт у нас общим декором. Если я не ошибаюсь, да. Да, камин есть. Ну, короче, комнаты 2 на 2 можно вообще смело делать. Без стыда и совести вообще. Сюда всё влезет. Можно ещё даже больше пихнуть, наверное, при большом желании. Самое смешное, что двери-то здесь нет. Оно считает, как будто бы двери есть. Я не совсем понимаю. Вероятность аренды на этой кровати 100%. А ну-ка. 94%. 80. 3-4. 83%. Нам, в принципе, и 50 на 50 хватит. Ну, давайте 500 оставим. 73% это, мне кажется, очень неплохой показатель. При том, что 500 за одну комнату получить за день. При том, что мы там ничего не делаем. Мы там не убираем. Мы еду туда не носим, я так понимаю. Это было бы прям неплохо. Так, пропали ещё суп. Что мы имеем? Что мы имеем? Доход мы имеем. Даже с таких ивентов. Слав тебе, господи. Так, нам бы сразу ивент, конечно, с жёлтыми запустить. Но не судьба. Но, опять же, мы можем провести эксперимент. То, что я говорил. Раз нам надо сейчас больше жёлтых. А жёлтых мы не получим через ивент. Потому что ивент не скоро. Мы можем исправить цены. Говорю, меропри... А, оно не закончилось. Прошу прощения. Оно же закончилось. Да пошёл ты в сраку. Так, значит, следующий день. Вот так мы уменьшаем цены на 2 единицы. У нас ограничитель 750. Пропускная способность. Уменьшаем до 700. Соответственно, через нас пройдёт больше красных и жёлтых парней. Правильно? Правильно. Как бы странно это ни звучало. Но. Это правильно, да. И это приведёт к тому, что у нас, собственно, будет больше нужных нам ребят. Я, кстати, могу здесь так и оставить. Это не столь важно. Это не столь важно. Я пока что начну параллельно... А, оно же на паузе. Оно же на паузе. Окей. Что мы можем сделать? Нам нужно задействовать все клетки 2 на 2. Ах, ты ж собака, здесь же угловые есть. Угловые хрен задействуешь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Что нам мешает? Что нам мешает? Мне надо проверить одну идею. Я вот это всё в три блока смог бы вместить? Просто интересно. Я ни на что не намекаю. Просто интересно. Если вот такую комнату сделать и попробовать всё это вместить в... Но там же был нюанс. Сейчас, 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 сейчас. Там был нюанс. Два окна. Вот в чём нюанс. Площадь номера хотя бы 256 клеток. Сколько у нас клеток приходится на один блок? 4, 5, 6, 7, 8. 8 на 8, что ли? Да нет. Глупость какая-то. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 на 8 получается. 64. 64, то есть минимальный размер комнаты всё равно 4 блока выходит. Хреново. Тогда я не смогу это подкуролесить. Шушуть даже. Тут придётся придумывать лесопед. Ну хорошо, здесь, допустим, мы оставляем комнату 2 на 2. 2 на 2. Вот здесь у меня вопрос. При совмещении вот этих двух комнат и вот этих двух. Смогу ли я сделать проходную? То есть, грубо говоря, поставить дверь здесь, дверь здесь и дверь здесь. Чтобы одна комната была проходной у другой. Тем самым, чтобы мы задействовали максимальное количество места, которое у нас здесь есть. Как вариант. Сейчас, допустим, двери здесь. Мы ставим сюда ещё 3 комнаты. Так, хорошо. И в лучшем случае нам весь этаж. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 4,5 тысячи даст. В сутки. Если все комнаты будут взяты. Но это мы ещё без этих. Как они называются? Это мы ещё без ванны. С ванной может ситуация чуть измениться. Так, хорошо. Давайте я сейчас быстренько проверю, сработает ли проходная в комнатах. Если сработает, то мы здесь займём ещё 2 комнаты. Так, барабанное ядро. У меня получилось сломать всю эту хрень к чертям собачьим. Так, у нас выросло ещё количество гостей из-за 10 тысяч престижа плюсовых. Ситуация какая? Во-первых, количество декора влияет на цену комнаты. То есть на максимально возможную цену, которую мы можем выставить. Я сейчас выставил все цены, чтобы они были на 50% вероятности аренд данной комнаты. К чему это привело? К тому, что у нас большинство по 730, те, что в центре у нас 600, 630. Пусть туда меньше декора влезло, да и деньги закончились. Дело основное в чём? Что оказывается? Мы можем делать окна в другую комнатку, и это будет считаться окном. Замечательно. Точно так же любая другая проблема решается. Сквозные проходы их вообще не интересуют. То есть есть сквозной проход, нет его. Единственное, что меня интересует, чтобы здесь был проход. Прямо проход. Сейчас проверим. Так, выход сюда есть, выход сюда есть. Сюда проход есть, сюда проход есть. Вообще замечательно всё. Короче, это должно работать. Вот что меня больше всего поражает, но это должно работать. Так, сейчас у нас народу слишком дофига. Нам надо чуть-чуть их подкорректировать. 1170. Понимаю. Вот до 600. Мне 600 схватит за глаза. Это сколько уже цена алкашки? 22. Это мы ещё и подняли от предыдущей. Окей. Что мы имеем в конечном-то итоге? Мы имеем огромное количество комнат с довольно приличной стоимостью за съём каждое. Не знаю, насколько часто их будут брать. Хотелось бы, конечно, почаще. Но, тем не менее, вложили мы туда все свои деньги, которые были. Поэтому я как бы очень заинтересован в том, чтобы люди снимали комнаты. Так, у нас есть в статистике вообще инфа. У нас нет такой инфы, да? Но, скорее всего, графа появится. Но глянем. Надо вечера дождаться. Надо вечера дождаться. И этим днём, скорее всего, мы будем не успевать обслуживать некоторых клиентов. Это не критично. Хотя и это можно исправить, на самом деле. Сейчас, где у нас исправлялка? Так, исправлялка особая. Будьте добры. Раз, два. Раз, два. Исправление? Исправление. Сильно поможет? Не уверен. Но мы проверим. Так, у нас с блюдами вроде бы как сейчас проблем нет. Нам нужно восемь по напитку. Напитку. Правильно, правильно. Давайте попробуем скомбинировать. По традиции. Так, обновить. Восемь напитков одновременно. И ещё одна на еду. За каждое поданное блюдо. Так, теперь ты у нас по блюду. Напитки, уборку освобождаем. Уборка, еда освобождаем. Стоп, я потерялся. У них имена у всех почти одинаковые. Это немножечко напрягает. Так, Лорен есть. И ты, дружочек. Всё, вроде бы разбросали. Они должны нам помочь. Как раз таки в обслуживании всех и вся. Но никто ничего не гарантирует. Так, официантки разобрали. Я видел там люди короля пришли ещё. Он сидит. Один из гендальфов. Ну, красных много, да. Красных много. Уже похоже на то, что мы не успеваем. Так, сюда же проход открыт. Я надеюсь, что нет проблемы сюда зайти. Мы же прямо в проём, мать его. Так, пятый уровень рыбки. Теперь попытайся найти, кто ловелапнулся. Хельган, здрасте. Что у вас? А что со скоростью при переносе? Что так плохо? Так, здесь забито. Но пока никто не бежит, вроде бы. Мы бы увидели. Но очень много людей короля, кстати. Очень много. Это прям приятненько. Это прям приятненько. Так, они начинают по чуть-чуть сворачиваться. Ах, я забыл засечь. Ну ладно, сейчас глянем по статистике. По идее, мы уже без ивентов можем закрывать некоторые исследования. Как бы не вопрос. Комнаты всё ещё не юзаем. Может, я где-то что-то не включил, кстати? Я не исключаю такую возможность. Шеф-повар, бармен, официантка. Официантки у нас ответственны за заселение, по идее. Должно по-хорошему всё работать. Но тут пока голяк. Ни одну комнатку не выбрали. Есть кто-то! Йендальф. Ты шо ли? Это не Йендальф. Только один пришёл. Челик? Окей. Так, сколько? 17 жёлтых. 9 фиолетовых. Слушайте, фиолетовые к нам прям зачастили. 68 тысяч потрачено. Вот это, я понимаю, закупочки. А не вот это вот всё, ваше. Так, кто ещё ловелатнулся? Давай тебя. Ты у нас носишь блюда. По блюдам ты в максималке. Ну, давай без нагрузки. Они ещё у нас рассчитаны все на третий уровень. Хорошо, меня интересует, когда он рассчитываться будет. И почему он только один? Ребятки, я тут сделал, как бы, многовато для вас. 12 комнат, между прочим. Так что будьте добры. Стата сейчас будет? Отель. Плюс 500. В смысле 500, брат? 730 стоит. Алё. Это он нас обманул, получается? Я правильно понимаю? Это он нас обманул, да? Так, ещё одни 5 звёзд. Надо будет что-то с этими порешать. Они нам всю-всю стату погонят. Днём они, скорее всего, приходить не будут. Да и в этом смысла нет никакого. Но он же смог выйти вот сюда, правильно? Значит, прохода здесь проблемы нет. Окей. Вопрос тогда в том, как мы должны их завлекать на ночёвку. Это пока не ясно. Так, следующий ивент. Жёлтых будем запускать, нет? Да, наверное, давайте. Давайте в нашем случае пока что вариант только удачу. Военные Победы. Поэтому сойдёт. Я, кстати, не знаю, как сюда ванны впихнуть ещё. Но было бы неплохо. Я надеюсь, что она немного занимает место. Было бы неплохо, чтобы задрать ещё цены. Вообще, надо эксперимент с ценами провести. Может, там как-то очень дебильно работает вариативность. Есть вариант, что надо будет подогнать цены чуть пониже. Потому что я сначала хотел 75%, но думаю, попробуем 50%. И 50% там просто слишком вкусные суммы за ночь. Я еле-еле и не сдержался в конечном итоге. И думаю, надо по 50 лупить. Так, разборчик пошёл. Давайте, ребяточки, выметайтесь. Я хочу увидеть заселённый отель. Потому что если здесь всё сработает хорошо, то я абсолютно беспрепятственно смогу сделать здесь узенькую лестничку и сделать четвёртый этаж, который тоже будет полностью заселён. Так, двое пошли. Они одну комнату вдвоём сняли. О, о, повалили, повалили. Повалили, повалили. Красавчики, приходите, приходите, ложитесь. Отдыхайте. Я хочу увидеть кругленькую сумму в начале следующего дня. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Комната из 12 занята. Всё, больше никто соваться не будет, да? Понял. Так, за отель у нас осталось 500. Здесь всё так же, как и было. Недовольных нет, кстати, на удивление. Запускаем ивент. Так, и мы видим ребяток, которые спускаются. 9700. Вот это, я понимаю, начало денька хорошее. Начало денька то, что надо. Так, ребятки, заходите. Сколько нам осталось? 112, супер. 112 добиваем, и у нас будет ванное, зеркало до часы. 50% сработало в целом неплохо. Я думаю, что мы не будем, как бы, занижать. Хотя, сейчас проверим ещё после ивента. После ивента, я так понимаю, никто не остаётся ночевать вообще. То есть, это у них принцип. Это у них просто принцип. Покутил и домой. Так, ребятки, у вас всё равно. А, вы суп только варите, точно. 3000 награды есть, супер. Что у нас за супчик? Супчик. А, это рагу. Рагу из зелёного горошка. Ну, ещё 15 штук, и у нас будет пятый левел. Найс. Надо с этим что-то решать. Это явно не к добру. Так, я совсем забыл про наших ребят. Так, рыбку принесли, кокосик принесли. Шурути опять за горошком. Ничего личного. Только горошек. Ты можешь сбегать. Хотя клубника у меня, по-моему, забита. Грибы, по-моему, не забиты ещё. Сбегай кабасиком. Не, ивенты вообще на изи. Ну, пока что. Пока что у нас такие ивентики, то на изи, чех. Так, 41 стол. Защититься от воров. Надо один из них сейчас подать. Только основные блюда, наверное. А лучше даже десерты. Десерты делаются почти без верстаков. Где у нас? Вот рецепт. И вот рецепт. Где у нас ивенты? Так, ивенты. Вот этот рецепт мы сможем пиратов позвать. Вот этот рецепт мага Мерлин. Ну, в общем, варианты развития имеются. Пока что имеются. Так, ты у нас кто? Суп и десерт. Давай десерт тебе добьём. Работай пока вовсю. Сейчас глянем, после ивента ребята зайдут. Нет? Поночевать немножечко. Скорее всего, нет. Так, 22. Давай, 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 давай. Ты бы тыщ, ты бы тыщ, ты бы тыщ. Заодно деньги появились. 4, 3, 2, 1. Very good. Стартуем неограниченные бары. Это, кстати, хорошая штука, но... Глянемся ещё. Так, сколько стоит, собственно, это добро? Другая ванна стоит 500, часы ещё дофига. Но они вроде бы как дают. Можем даже сейчас проверить. Вот, грубо говоря, зеркало. Оно даёт плюс 400. Да, твою мать. Что тебе мешает? А, ему мешает декор, да? Понял. Так, есть. И вот сейчас глянем, повлияло ли это как-то. Нет? То есть, у нас есть определённый предел внешнего вида комнаты, грубо говоря. И, соответственно, вот эти уже всякие зеркала и тому подобные вещи на цену не влияют никак. Потому что мы как имели 51%, так и остались. Хорошо, влияет ли ванная? Ёберный театр, что ж ты такая гигантская? Тебя ж вообще никуда не впихнуть. Подожди, ванная. Так, это надо спрятать. Вот так сойдёт. Идеально. И в центре телу по нём ванную. Повлияла ли ванная на цену? Она повлияла точно, потому что она нам дала пятую звезду. Пятую звезду. И технически мы можем теперь поднять цену. Если придерживаться 51%. 860. 860. В принципе, неплохо. Но беда в том, что я не везде смогу ванную впихнуть. Беда вот именно в этом. Так, ванная здесь. Ванная здесь. Здесь она не перекроет проход. Сюда её никак не впихну. Здесь не перекрывает. Купи-купи. Купи-купи. Так, здесь ванная. Смогу ли? Ну, вообще, если здесь сделать некоторую перестановку, то, по идее, смогу. Даже если я так поставлю. Сейчас проверим. Сможем ли мы здесь пройти? Уйди. По идее, замедленный проход есть. То есть, как бы, не всё потеряно. Окей, теперь надо корректнуть цены. Так, это убери. Проходим, и слава богу. Так, корректировка цен. Здесь 68. Четыре. Шестьдесят пять. Шестьдесят один. Пятьдесят шесть. Пятьдесят три. Пятьдесят два. Пятьдесят. Восемьсот шестьдесят. То есть, там, где у нас было семьсот тридцать, восемьсот шестьдесят. Сейчас норм цена. Лучше иметь... Так, здесь у нас чего-то не хватало, да? Здесь декора вроде не хватает. Лучше, как говорится, этот... Комнаты от нас кушать не просят. Поэтому мы просто берём и ждём. Когда их заберут по указанной цене. Так, оставляю пятьдесят. Пятьдесят один пусть будет. Тут тоже декора, видимо, не хватает, да? Есть. А я, кстати, зеркала не могу поставить, по-моему. Сейчас проверим. Сейчас проверим. Если я возьму зеркало из этого Ка. Влеплю сюда, влеплю сюда, влеплю сюда. У тебя сколько? Восемьсот? Тоже держи зеркало. Шестьдесят девяносто, держи зеркало. Семьсот... Вот почему у тебя семьсот... А, у тебя рогов меньше. Тоже держи зеркало. Дорого-богато, но это должно сработать. Всё глянем. Семьдесят процентов. Да, работает как... Нихера себе, простите, извините. А почему здесь так много? Ха. Девятьсот семьдесят, а что мог выкатить. А в чём отличие? Освещение такое же. Декор технически такой же. Ванная есть, ванная есть. Но почему-то здесь предел восемьсот шестьдесят, а здесь девятьсот семьдесят. Столик письменный есть, есть. Прикроватный есть, есть. Тут сработала какая-то магия, которая мне пока не... А ну-ка, подожди. Теперь что скажешь? Лол. Теперь оно сработало. Йо, перный театр. Теперь здесь можно тысячу девяносто выставить. Но это грязь. Это грязь. Так, ладно, давайте здесь самых важных поднимем. Те, которые просели больше всего. Даже здесь уже можно до восьмиста с фигом поднять. Короче, внезапно зеркало начало решать. Понял, принял. Так, чтобы у нас все высшиеся места были. Всё остальное меня, в принципе, не интересует. Пятьдесят один, пятьдесят. Выше семисто, давай тебя ещё. Шестьдесят девять. Пятьдесят восемь. Пятьдесят. Но цены теперь конские. Теперь я точно должен заработать миллионы миллиардов. Давайте ещё один денёк пропустим. Что у нас там дальше? У нас как раз красные. Нужны красные, у нас проходных много. Я думаю, что всё будет чики-пуки. В отеле, жаль, никто не остался. Это из-за ивента. Воришка пошёл в зуб. Так, на воришку у нас задание было. Пакет. Я не поменял, не поменял. Подождите, ещё никто не сел, ещё никто не сел. Должно проконать. Шо делаем? Десерты. Запускаем только десерты. Так, добро пожаловать, алкаши-бухари. Семьсот человек пропускная. Понял. Так, кого-нибудь ещё куда-нибудь отправить. Семьдесят не справится. Восемьдесят справится. Семьдесят семьдесят три попробуйте. А, всей толпой идите. Максимальное число активных приключений шесть. Ёпрест. Всё забили. Какой у них левел? Десятый. А, так это максимальный. Авантюристы семидесятые девяностые плотности. И это хорошо. Так, десерты сейчас, по идее, поднимем по левелу заодно. Что нам, в принципе, не помешает. Так, пытаются забить всё и вся. Но мы так просто не даёмся. Мы так просто не даёмся. Да, вон, десерты полетели вверх. Так, остается фруктовая тарелка. Её поднять до пятого. И дальше вопросики к вот этим двум ребятам. Которые всю стату нам ломают. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Сколько же пришло? Красных только девять. Нормально. Я думаю, что заживём. С учётом того, что мы можем, по идее, даже исправить количество гостей. Ещё под... Под это... Подопустить его. Тем самым подняв цены. Я думаю, что мы можем зашибать просто килотонны бабла. Но сейчас, в общем, если обычные дни проходят, то мы будем в день где-то около 20 тысяч получать. Это с вычетом затрат на закупки и так далее. А как вы видели, мы целый этаж отстроили за 60. Ну ладно, за 80. За 80 тысяч целый этаж отстроить можно. 4 дня работы, это верно. Хорошо же? Хорошо. Но это изврат. Это... Это чистый изврат. Это даже немножечко настораживает. О, пришли уже. Так, двое улегли здесь. С мадам. Так, что вы спать пришли? Ну ладно. Так, сюда заехали. Сюда заехали. Заехали. Да хренище народу заезжает. Сюда, сюда. Может еще кто-то? Есть еще... Сколько? Три свободные комнаты. Одна свободная комната, ребятки. Хапайте. Такого лакшери вы еще не видели. Реально, одна свободная, прикиньте. Мы сейчас столько бабла получим. Так, так мы за сутки получили сами собой. С учетом зарплат наполнения 12600. 54 красных пришло на секундочку. Запускаем следующее. Стоп, стоп, стоп. Это закрываем. Давай основные блюда переключим. И никто. Основные блюда есть. Так, кого там поднять надо было? Каталина. Давай электровиник в любом случае. Так, есть. Запускаем следующий день. Смотрим стату. 9700. Нормальный старт, мне кажется. Очень даже нормальный старт. При том, что официантки только приходят и застилают помятую кровать. Все. Больше они ничего не делают. Это ли не песня, мать ее нетить? Так, пошли мегазаказы. Ай, с мясом работать очень сложно. Она, кстати, случаем уже не открыта. Может, я пропустил что-то? Кухня. Нет, у нас есть котлы запасные. У нас есть зато запасные котлы. А нам бы нужен как раз гриль. Если что, я кухню сюда могу расширить. И был бы грильчевский. Но нет. Не судьбинушка. Сейчас нам нужно чистую статистику получить по этому дню. Потому что у нас уже насчиталось за прошлый по отелю. Ну, грубо говоря, да. Должно быть больше 20 тысяч. Я был бы счастлив, увидев 20 тысяч. Так-то. Так, что у нас появилось? Столы, пожалуйста. Организуйте любое мероприятие. Убедите, что уровень счастья у всего персонала выше 80%. Это, по сути, простенькое задание. Но есть один маленький нюанс. Что у нас слишком много персонала стало в последнее время. А это чуть-чуть усложняет ситуацию. Так, есть. Что-то этим поплохело совсем. Есть. Все, уже засчитало вроде бы, да? Засчитало. Закрываем. Нам должны дать элитного шеф-повара. И мероприятия. Ну, я могу на красных мероприятия запустить. Там, тем более, нам обычные люди нужны будут. Давайте. Давайте. На красные, в нашем случае, палачи. Приходите. А, стоп, стоп, стоп. Какие палачи? Ладно. Нам же надо было те блюда еще прокачать другие. Но к этому мы еще придем. Так, вы там справились? Не удалось. Я все понимаю. Так, все, грибы забиты. Давайте за мяском. А в соленово никто не справится, да? Тогда давайте двух семидесятых. Кокосики втроем заберите. Орешки втроем забирайте. Все. Так, сейчас заселение будет. Так проще видно. Ну, это система максимально извращенная. Но она, с мать его, работает. Она же работает. Просто здесь не совсем корректное количество клеток. Скажем так. Из-за чего нельзя сделать нормальную тропинку. Точнее, коридорчик. Из-за чего пришлось этим всем вообще заниматься. Так, нагруженное даваем. Раз, два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь из двенадцати заняли. И все. Так, мы имеем пятнадцать... А что так мало? Довидим. Наполнение. Ну, затраты чуть больше вышли, да? Затраты чуть больше. Но фактически за отель мы девять тысяч получили. Запроданы... А, ну у нас же еда сейчас еще ограничена. Точно. Бляха, нужен еще один день. А следующий у нас ивент. Ме. Нельзя все проверить. Так, с этих мы получили еще девять тысяч. Ну, короче, все. Когда начинается отель, мы начинаем просто купаться в бабках. Потому что тут нам приходится целый день продавать эти напитки, чтобы получить эти девять тысяч. А тут мы просто ничего не делаем ночью, получаем девять тысяч. Это же песня. Горошек еще лезет. Идите еще за горошком. За мяском тоже сходите. В общем, это точно прогресс. Я думаю, что четвертый левел можно спокойно делать таким же отельным. И вообще себе ни в чем не отказывать. Абсолютно. Стоп, я не поменял меню, меню, меню. Все, все. Хотя какая разница сейчас ивент. Так, осталось только внешку пофиксить. Текстура стены. По сути, эта часть уже должна быть деревянной. То есть, снизу у нас камень, потом камень-дерево. Потом, собственно, чистая деревяха. Тут, кстати, ни одного окна нет. Можно это как-то исправить, пожалуйста? Хотя бы одно. Хотя бы ради приличия. Так, разобрались. Ну и самое мерзкое, что мы можем сделать, это текстуры внутри комнат. Надо же соответствовать лакшери, правильно? Из ратты, он как бы в мелочах, понимаете? Сейчас я мучаю жопу, боже. Раз, два. Это что же комната? Хоть и проходная, но комната. Не доклепайтесь. Оставляем этаж, главное, белым. Это очень важно. Потому что комнаты должны отличаться от этажа хотя бы как-нибудь. Так, есть и последние стеночки. Ну все, изврат готов. Это максимально богомерзкий отель получается. Ой, боже. Так, ну ладно, зато мы сейчас должны закрыть этот... Ну как, мы закроем по красным. А наши ученые допыхтят до закрытия. Мы получим неограниченные бары. Я, честно, понятия не имею, куда их использовать, потому что бармы-то у нас справляются, в принципе. У нас всегда проблема с этими мадамами, официантками. Неограниченные кухни, я очень надеюсь, что количество этих грилей можно будет тоже увеличить. Это было бы супер, а новый этаж, ну, бляха, мне кажется, максимально... Хотя, это же последний этаж, можно его сделать и по крышу супер лакшери-барчик. Ну, туда люди задолбаются бегать, мне кажется. Что-то мне под... Ты кто вообще такой? Почему у тебя нет приоритетов? Ну, ну, ладно, бегай быстрее. То есть, в любом случае, это нужно будет перетестить. Так, суп пятый, кстати. Кто еще опнулся? Здрасте. С нагрузкой. Давай. 1500 получено, юпи. Так, среди этих ребят у нас в отеле тоже никто не останется. Один, все, перекрыли. Ну, теперь остается долго и нудно исследовать. Долго и нудно. И остался у нас четвертый этаж. Но самый ор, это то, что вот здесь мы можем зашибать теперь мега баблище. Просто на ровном месте. Хорошо, ребятки, пока же делаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.